Ну что ж, всем привет дорогие друзья и добро пожаловать в еще одну серию по Майнкрафту. Что я вам хотел бы рассказать, рассказать и показать. Ну что, вы все уже наверное давно думаете, что Волт Герман снимает Майнкрафт, у него есть Билдкрафт, Индастриалкрафт, Форестрикрафт, а он нас таскает по дебильным пещерам, которые нам нафиг не нужны. Да, наверное многие так думали и даже писали мне в блэс, но этот как он, таскал я всех по пещерам, потому что нужны были ресурсы. Ну теперь когда они есть, можно приступать уже к всяким установкам, насосам, генераторам и так далее. Ну что, ну сначала я хочу вам показать Алмазный рай. Алмазный рай это, ну сейчас я думаю вы сами все увидите и поймете, почему я так это называю. Еще, помните в какой-то серии, в предыдущей по-моему, если мне не изменяет память, я назвал, он сказал, что я посмотрю, ну как выращивать пчел и скажу. Я посмотрел все-таки на Вики, как выращивать пчел, это сложное занятие и пока что его реализовывать я не буду, потому что оно действительно сложное. Так, землю я отсюда всю забрал, ну камень точнее, потому что я там уже чуть подготовился, сделал там трубы, там все такое. И наша первая установка будет перекачивать там лаву. Ну ладно, об этом чуть-чуть попозже. Так, мне все не терпится показать вам пещеру. Вот, так, это я специально не выкапывал, так вот, первый алмаз. И вот мы пришли с вами в алмазный рай. Теперь смотрите, сколько тут алмазов, раз, два, три, четыре, пять, шесть, шесть штук. Это я специально не выкапывал алмазы, чтобы потом вы мне не сказали, что читер или еще кто-то. Я все это вот, как видите, нашел и решил назвать это алмазным райом, потому что это действительно дохрена. Я еще никогда не видел столько алмазов в одной пещере, гляньте, тут просто тьма. Ну не прям уж так и тьма, но много, уже двадцать штук собрали. Так, так, тут я все собрал, надо застроить, а то я потом потеряюсь. Куда идти? Тут много их вообще, я вот насколько помню, тут вообще дофига было. Ну так. Ну вот еще тут, не знаю сколько может быть. А, во. Вот четыре. Ого, еще даже больше. Так. Это пещера, где очень много алмазов, алмазный рай. Я думаю, как вы уже поняли, что алмазный сет мне обеспечен. Гляньте, их тут тьма. Я специально говорю, что не выкапывал их, ну, чтобы вам показать, что алмазов реально тут дохренища. Я вот это, вот это я впервые вижу. Столько алмазов, сколько я играю в Майнкрафт. Но, может быть, вы видели больше, я не знаю, просто я в Майнкрафт не очень много играю. И не сильно давно, поэтому. Так. Вот это тут я еще прорывал. Блин, я уже путаюсь. Так. Вот это вот так. Вот так. Тут-то что? Тут-то. Так, надо сначала сюда. А, вот еще. Есть. Вообще классно. Теперь, я думаю, все поняли, что... Ну, так, я надеюсь, вы уже поняли, что алмазный сет и это все уже обеспечено нам. Но, блин, есть такая небольшая проблема. Так как я хочу сделать установки какие-то офигенские, там надо много алмазов. Особенно там, ну там, типа ферм, все такое. Поэтому лучше алмазы пока поберечь. Ну, думаю, на алмазный сет тоже хватит. Так, что тут у меня? А, вот. Еще алмазы. Надеюсь, я все уже собрал. Ну, во всех местах, которые я пометил. Ну, вот. Так. Вроде бы все. Сколько всего? 54 алмаза получилось. Это очень много. Это вообще. Я столько в Майнкрафте находил очень редко и очень долго. Так. Я запутался что-то. Ага, вот я вышел. Все. Теперь мы с вами идем домой. И будем... Первая установка, это будет у нас помпа или насос по-русски, который будет у нас выкачивать лаву. Лаву будет выкачивать он в цистерну, которую вы увидели. Она у меня стоит в моей... Ну, в моем доме. И вот туда будет качать лаву. Потом я хочу еще много сделать. У меня очень много идей насчет ферм, насчет бензина, насчет, ну, переработки нефти в бензин. Потом насчет двигателей с водяным охлаждением и очень много-много-много-много другое. Ну, на это, чтобы все это реализовать, уйдет не одна серия, уйдет достаточно много серий. Но главное, чтобы я не помер. Так как вы знаете, хардкор режим, он очень такой забавный хардкор, что я могу в любую минуту помереть. Но думаю, этого не случится. Так. Сейчас с вами поставим помпу и попытаемся выкачать лаву. Не, эту лаву мы выкачивать не будем. Это лава моя, для камина моего специально. Так, в печках у меня ничего нету. Они есть. Это я обжигал камень специально, чтобы для трупа или еще для чего-то. Сейчас я его сложу. Как вы видите, у меня уже очень много сундуков. Вот я подготовился чуть-чуть. Сделал такие вот приспособления. Некоторые так резину сюда. Алмазы, алмазы все сюда. Отлично, вот чуть больше стака. Так, тут у меня дерево. Камень тут ничего. Куда я камень делал? Вообще, куда я его складывал? Положим сюда его. Так, дерево одно заберем. Что оно тут у меня лежит? И думаю так. Я сделал помпу. Вот она. Я в рецептах крафтах сильно не силен. Так что вы уж извиняйте. Я помню, конечно, как оно делается. Но не сильно. Так. Так что, если что... Этот как он? Ну, смотрите лучше. Как он? Industrial Craft Guide. Я, скорее всего, оставлю ссылку на Industrial. Ну, думаю, вы поняли куда. Так. Так, так, так. Это я потом начну переплавлять. Теперь мне надо сделать двигатели. Двигатели. Одного будет мало. Надо вспомнить, как они делаются. Двигатели. Вот так, по-моему. Верстак у меня самый обычный. До сих пор не сделал себе нормальный верстак. Не знаю, почему. Так. Вот так вот сейчас. Потом. А что потом? А, Porsche. Он же надо, я забыл. Во. Вот еще один двигатель. Не знаю, сколько мне таких двигателей надо. Ну, давайте сделаем. 10 штук. Думаю, этого мне вполне хватит. И сейчас мы с вами будем прокладывать дорогу. Так. Э, забери стекло. Так. Ну, как вы видите, вот эта цистерна. Вот так. И вот там у меня лава. Я докопался до источника лавы. Он довольно большой. Блин, эти камни. Глупые. Головой об них бьешься. Так. Он достаточно большой, как вы видите. Уго, он уже как тут все затопил. И, короче, в него надо как-то опустить помпу. Как это сделать, я пока не знаю. Но, буду думать. Так, блин. Ага. Так. Вот там вот еще. Вот эта лава. Ее там очень много. Так. Так. Надо мне прорыть вот туда. И, в свою очередь, там. Туда пройти и поставить помпу. Так. Так. Еще вот тут надо мне прорыть. Обязательно. Ага. Источник тут здоровый, как вы видите. Так. Блин. Придется тут немного местность зачистить, чтобы было нормально. Так. Вот так. Вот так. Ага. И, наверное, вот помпу поставим где-то тут. Вот теперь смотрите, как это все примерно будет работать. Вот помпу мы ставим сверху над источником лавы. Вот она уже опускает свое жало туда. Но она качать не будет. Пока нету двигателей. Я думаю, вы это поняли. Так. Теперь нам нужно поставить двигатели. И провести трубу. Так. Трубу, которая будет забирать от помпы. Трубу я ставлю водонепроницаемую, деревянную сначала. А теперь буду ставить железную трубу. Так. И это все у меня будет идти вот тут. То бишь труба у меня пойдет сюда. И потом вот так, вот так вверх. Так. Помпа пока не качает. Но сейчас будет. Так. Один двигатель. Так. Один. Так. Нет. Нет, нет, нет. Это плохо. Это плохая была идея. И с той стороны, я думаю, еще один двигатель поставлю. Самое крутое, что эти двигатели не взрываются. Те, кто не знал, я говорю, что эти двигатели не взрываются. И даже если он перегреется, взрыва можно не бояться. Так, еще один. Так. Ну, с той стороны я не поставлю. Так. Пока на ручьи я клацать не буду, потому что... Так, вот так поставим. Все. Теперь надо прокладывать трубу. Угу. Ну, теперь нам надо для того, чтобы проложить трубу, нам надо тут прокопать довольно обширную такую зону. И прокладывать уже, уже всем понятно, трубу саму. Так. Вот так. Вот так. Да, тут высоко. И придется прокладывать много. Еще вот так. Вот так. Сразу сейчас вот сюда, наверное, аж прокопаю я. Чтоб уже не париться с прокладкой. А начинать вот отсюда. Да, труб мне много надо, у меня, походу, не хватит. Придется идти за кактусом. Знаете, зачем кактус? Кактус, из него делается вода... Ой. Водонепроницаемая нить. А в свою очередь из этой нити уже сделаются водонепроницаемые трубы. Вот для чего нужно это. Так. Блин. Короче, наверное, вот тут просто-напросто прокопаю вот так вот место. Сначала. А потом уже буду трубу пускать. Так, нет, тут один блок у меня должен оставаться. Так. Вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Ну, короче, как я прокопаю, я возобновлю видео и потом уже поставлю пока на паузу. Продолжение следует...